начинаем запись всем здравия всех приветствую сегодня у нас в гостях временно исполняющие обязанности министра мвд ссср петр владимирович афанасенко и сегодня у нас появилась возможность задать некоторые вопросы по типе которые сейчас активно обсуждаются людьми мы узнали о том что человек не в одном экземпляре так скажем какие виды человека есть что такое человек эти вопросы предстоит рассмотреть в суде который сейчас проходит зеленоградском городском суде и по этой теме сегодня можем побеседовать здравствуйте петр владимирович всем здравия петр владимирович сейчас я делала ролики и значит еще у меня была встреча с валерий семёны чем по этой теме поднята на такую высоту две темы но русский язык но мы не будем сегодня этого касаться и вторая тема человек что такое человек когда мы заходим в любой суд там некоторые люди сейчас пытаются доказать что они человек что они живые что они там суверен и все остальное а на самом деле это чисто научный подход правительство ссср вынесло это на такую высоту которая сейчас придется рассматривать суде давайте расскажите людям что такое человек как это рассматривает правительство ссср отличительные какие-то признаки и вообще все что сейчас предстоит людям узнать об этом я начну с того что вчера я присутствовал на судебном заседании саловатского межрайонного суда так называемой республики башкортостан это постсоветское образование созданное вопреки всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении обновленной ссср и там встал вопрос чтобы я мог представиться и соответственно судью интересовала только фамилия имя отчество и где родился но коротко то есть называешь населенный пункт и больше судей не интересует дальнейшее более глубокое и более полное полные данные о человеке а оказывается полное представление которое сейчас граждане ссср в судах представляют оно вот я вам скажу на 18 листах чтобы описать действительно что из себя представляет так называемое я скажу теперь творение божие вот связи с чем становится понятным почему даже в ту нелегитимную конституцию российской федерации включено слово бог я не мог понять а в качестве кого он там будет а вот в качестве свидетеля того творения которое суд собирается судить вот именно с этих позиций и мы рассмотрим коротко как же должен представляться гражданин любой страны не только ссср и если таковые найдутся и других стран и он состоит из трех разделов первых человек должен представиться по местоположению своего рождения второе это по дате и времени рождения третье по подданству и гражданству обоих родителей их статуса титула и вот если мы начнем с места положения то естественно мы должны как говорится не только подняться ввысь ну и копнуть вглубь а следовательно доложить что я стоящий перед вами в материальном теле с энергетической душой и бессмертным духом внутри родился на космическом объекте именуемом планета земля третьей по удаленности от солнца планеты солнечной системы точнее в северном полушарии на континенте азия он же евразия а также афро евразия в стране которая на картах разных стран и времен именуется россия московия великая русь великая тартария великая барея скифия и так далее в государстве союз советских социалистических республик на территории ну в частности что касается меня здесь меня написано в этом представлении на территории донецкой области составе украинской советской социалистической республики в составе ссср городе донецке пролетарском районе а потому мне как их жителю соответствует следующие имена землянин житель планеты земля азиат житель евро азиат афро евро азиат житель континента на планете земля рус или русич украинец русский тартарин борец борус скиф житель страны на планете земля в зависимости от названия страны и так далее до дончанина каким я являюсь по месту своего рождения то есть жителя города донецка на планете земля и вот именно вот это представление оно дает человеку не только ощутить себя физическим ну даже физическом плане посмотрите какая география и какая история у меня в данном случае как наследника своих родителей ведь не трудно заметить что упоминая страны которые и государства которые в настоящее время не закрыты никем они существуют юридическом правом поле чем когда я упоминаю что я родился именно на этой территории вот на территориях с этими названиями это означает следующий вопрос какой я имею к этому отношения отношения я имею как и все такие же как я граждане проживающие на этой территории через своих отцов дедов прадедов пращуров я имею право на эту территорию основной значит правовой значит так посыл в решении любых вопросов сначала мы должны определиться кто ты такой на этой территории имеешь ли право ты здесь распоряжаться руководить размножаться и так далее и не решив этого вопроса естественно мы с вами наблюдаем что вопрос решается с позиции силы они права то есть люди до можно сказать до 20 практически первого века всегда решали это силой нигде я не видел чтобы противники той и другой стороны садились за стол и показывали документы о наследии о праве жить на этой территории и вот настал момент в 21 веке собственно говоря у нас три страны занимают ведущие места по образованию это япония канада и россия или ссср которые могут и я имею ввиду не только могут должны в силу своего образованности решать вопросы правым путем то есть документарным и одно из документарных подтверждений моего права на эту территорию является право и из исходит которое из мои места моего рождения место моего рождения место рождения моих родителей прадедов про прачуров и так далее вот это первое второе чем должен оперировать гражданин ссср суде но мы сейчас называем российскую федерацию межрегиональным общественным объединением виду отсутствия государственности это дата и время рождения каждого человека можно потому что потом уйдем вы сказали три страны могут силу своей образованности канада япония россия почему они на первом месте по количеству окончивших высшие учебные заведения все остальные там 4 5 я не стал перечислять но поскольку мы относимся к тройке наиболее образованных значит на образованного населения то сам бог велел нам не оружием размахивать а оперировать документами все спасибо дальше пойдем я извините нет следующее это по дате и времени рождения любой суд это не обязательно на территории ссср или это любые светские законы о подданстве если касается российской империи о гражданстве в любой стране закон о гражданстве в том числе страны где мы с вами сейчас находимся определяет взаимосвязь человека с государством вот по этим трем параметрам один из параметров мы рассмотрели это место положение рождения второй параметр дата и время рождения дата и время рождения с позиции права она определяется естественно название значит числа месяца года и я в данном случае в своем свидетельстве о рождении где произведена первая запись вот кстати в свидетельстве о рождении действительно автоматически я получил гражданство как и все остальные и когда нам говорят что в российской федерации так называемые люди получили автоматически гражданство я имею виду который дееспособные которым больше 18 лет совершены как они могут автоматически по воле кого-то получить гражданство когда они обязаны написать и выявить проявить свою воле изъявления заявительная форма у нас является основой решения правовых вопросов и так в свидетельстве о рождении я читаю что я и записал в своем представлении в данный суд по дате и времени я родился 23 июня 1953 года по григорианскому календарю или 2 июня 1957 года по юлианскому календарю ведущему начало от рождества христова но кто-то может рассмотреть по следующим земным календарям их тут более 30 армелина армянские древнеармянские христианские ассирийские ацтекские бахаи бенгальские буддийские вавилонские византийские и так далее можно будет даже вот показать сколько этих календарей у нас может есть вот так будет видно ну чтобы кто-то мог это прочитать чтобы я не затрачивал время выше выше сделай выше 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 вот 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 да их много да да я не буду и все перечислять этот документ под роликом чтобы люди ознакомились мы прикрепим да а я его вам целиком сброшу ваш личный кабинет вот этот документ любой календарь ведет свое начало от конкретного значимого события григорианские и юлианские календари ведут свое начало от рождества христова сокращенно от r.h. запись текущей эры основанная на вычисления римским игуменом дионисием малым года рождения иисуса из назарета и далее здесь дается как раз ссылка на то что календари всегда на во всех цивилизациях предыдущих и вся история она свидетельствует о том что от какого-то значимого события начинался только календарь никакого значимого события когда пётр первый значит явился или вернулся из заграничной командировки в 1700 семидесятом году в россию не было однако же календарь был сменен и фактически из него было вычиснуто более пяти тысяч лет вот это уже называется диверсионный момент когда неизвестно почему и зачем меняется дата исчисления и естественно меняется все следующие хронологии событий поэтому у нас сегодня я хочу сразу перейти к тем датам которые мы будем отмечать в нашей новой обновленной стране походу петр владимирович смотрите что получается в 1700 году петр первый поменял календарь без всяких оснований который до вот этой перемены это шла шло ли то исчисление от сотворения мира звездном храме правильно да и он правил 5500 лет тогда получается что до 1700 лет в россии на руси люди не от рождества христова исчисляли свою жизнь это же ведь очень серьезный момент вы сейчас затронули то есть когда нам навязывают там какие-то религии мы сейчас не будем это правовые вопросы мы разрушим мы разрешаем но тем не менее до 1700 года ни о каком рождестве христовом тут не шла речь ли это исчисление шло совершенно по другим календарям спасибо давайте дальше это важное такое замечание потому что некоторые сейчас говорят что у нас не было никаких календарей у нас было рути лето на косточках мы там что-то считали и в общем мы в лаптях бегали по пальмам где-то там это очень важный момент ну даже у нас ведь и столица была предыдущего государства до российского до русского до российской империи в русском царстве лето исчисление шло как раз вот от сотворение мира в звездном храме а расшифровывается сотворение мира в звездном храме это писание мирного договора с аминами это жившими на территории там японии китай значит ну вернее о не это китай скорее всего китай и китаем назвали это мы а коренной то народ у них чина и вот эти амины древние которые бились с русами и в конце этой 100-летней битвы был подписан вот этот мирный договор означает что есть некие документы артефакты исторические в виде шкур на 40 шкурах были написаны коны и вот эти договоренности о разделении территории так далее то есть мы этого ничего не знаем мы только узнали что есть такой и это подлежит глубокому изучению восстановлению вот этой истории потому что без этого как говорят физики нарушается вот это периоды волны циклы когда кто-то вмешивается в естественный ход событий естественно таким образом как это опять же не вернуться господу который вот любил все мешать перемешивать вот это все и в результате человек очень сложно разобраться в пространстве во времени в датах в хронологии в каком-то историческом ряде очень сложно без разъяснений а особо подготовленных людей а практически это сделать невозможно ну я потому это на этом остановилась потому что некоторые сейчас люди которые изучают тему ссср там народа русского они задают мне вопрос искренний вопрос не неплохой они говорят мария но зачем тараскин тянет нас в какую-то древность мы должны идти вперед и я людям разъясняю не зная своей истории своего прошлого у нас нету будущего потому что мы живем в какой в каких-то дебрях нагромождение вот этой лжи и нам надо навести порядок во всем не то что нам надо погружать ну вернуться к образу жизни там тысячелетнему назад нам нужно там разобраться и нам нужно там навести порядок и рвануть вперед уже осознавая кто мы что мы что сегодня мы подошли только вот что такое человек и так далее дальше мы двигаемся что такое человек по нашей теме ну вот тут вы задели значит вопрос зачем нам нужно знать древние свои корни как у любого дерева есть листва есть ветки и ствол есть корни есть корневая система именно на ней держится и все дерево если у нас нет корней вот на чем дерево будет держаться она же от любого дуновения ветра свалится а что такое корневая система у человека это его кровно родственные связи ну вот представьте себе сергей вячеславович тараскин значит два года потратил именно он это делал видимо в первый раз изучал свои корни значит предков и нашел их в это в европе в тарасконе там нашлись его замки там нашлись его предки которые были очень родовитого рода как вы знаете право управлять право быть во власти право владеть чем-то на этой земле она определяется наследственными значит родовыми связями если мы знаем вот из информации которая просочилась значит на в ю тубе есть такой ролик самый древний род который правил миром слова правило это уже в прошедшем это черная аристократия но у них там 240 какой-то там второй год до нашей эры естественно и хиля и иерархия вот этой аристократии до настоящего времени правит миром оказывается и вовсе не современные ротшильды или рокфеллеры это шестерки в руках вернее управление вот этих вот кланов древних и у них дом в их родовых домах портреты всех их родственников то висят потому что это их основа корневая вот и все признают и все подчиняются этому я и совсем не правят президенты и совсем не правят какие-то депутаты государственной думы у них совершенно другие другой подход родовая принадлежность и они этим мотивируют до изучала эту тему а нам внушили что мы иваны не помнящие родства в то время как у нас корни там тысячи лет так вот я возвращаясь к исследованию сергея вячеславовичем тараскиным своих родовых корней он пришел к выводу что он принадлежит древнему роду тогда возникает вопрос почему они во власти был до настоящего времени потому что для многих простых наших людей как они себя называют нам власть не нужна мы там и более того сформировали негативное отношение к власти что во власти только воруют во власти только занимаются стяжательством взяточнистом но и воровством но постойте власть вообще-то дано человеку для того чтобы он управлял грамотно ресурсами которые ему даны в наследство чтобы он обязан вообще-то обязан обязан управлять и вот это самоустранение его корни как раз вот в этом и кроется что навязана тема что вы сами нищеброды без роду родства и более того во власти вам делать нечего поскольку там вот этим занимаются нам это кстати сейчас российской федерации во всем цвете показывает куда не ткни там воровство там украли что-то или и нам даже жалуется этот правители российской федерации значит о том что их вот обокрали что их указание не выполняется но это я к слову вернемся все-таки к необходимости знать свои кровно-родовые связи для того чтобы с полным основанием и сознанием понимать что ты ответственный за эти властные функции и если ты не можешь сам лично управлять то ты должен контролировать этот вопрос как минимум контролировать и должен привести в порядок документы которые позволяют тебе осуществлять этот контроль вот я для чего нам нужно знать всю свою родословную до самого первого правового субъекта права ну и касаясь дат которые действительно поворачивают историю на наших глазах уже это такая первая дата современной истории 20 века это 17 марта 1991 года когда 78 процентов населения страны и государства союз советских социалистических республик на всесоюзном референдуме это всенародные вечи по сохранению ссср легализовала свое государство это сделано впервые в мире это действительно поворот всей цивилизации существующих в правовое поле вторая дата которая будет и есть уже как знаменательная и она будет включена в основные праздники нашего государства это 25 января 2010 года предсказанная многими пророками мира как возрождение россии когда сергей вячеслав тараскин в районном суде взял на себя обязательства в пользу третьей стороны страны а также ее государств оставшихся без органов власти это ссср рсфср и иные союзные республики российской империи русского царства скифии бореи и так далее в глубь веков восстановить их органы власти навести именно не военным образом конституционный законный финансовый культурный языковый и иной порядок как минимум стране как максимум во всем перечисленном в данном представлении и вот как раз вот эта запись которая в моем полном представлении дано суде вот этого салаватского суда как раз и отражает вот эту вторую часть необходимого моего полного представления следующий момент который должен быть обязательно отражен помимо наш местоположения даты и месте рождения это подданство и гражданство родителей естественно от родителей все идет соответственно здесь запись следующие мои родители славяне отец имя владимир других данных о нем нет мать любовь ивановна афанасенко по отцу афанасенко при рождении меня как человека разумного в человеческом материальном теле далее совокупности моего тела души и духа имя петр расширив его отчеством владимирович но в документах было принято писать владимирович сокрыв матчество то есть по матери то есть я по матери любович по фамилии роду матери афанасенко в документах пётр владимирович афанасенко не сокрыв а переведя из явного в неявные мои имена любович афанасенко умолчав о девичествах бобов бобовичи ствах как по отцовской так и по материнской линии не говоря уже о более поздних предках щурах прощурах и так далее с учетом их званий и титулов как показано в фильме республика шкит если помните там было представление карл мария эрнст готфрид ген гитрих кауфман фон оффенбах купа купаешь гениальный роль которого исполнил юрий евлампович ружков стабо небольшая как должен представляться до чтоб людям было понятно нам внедрили вот это вот фамилия имя отчество все больше они не трогают но если вы посмотрите любой фильм там где вот эти герцоги бароны представляют как начнут перечислять гизи крит в ритрих там эрих мария они перечисляют все от начала до конца этим они подтверждают свои титулы титулованность древнесть фамилии а нам только оставили фио и только об слухом извините дальше продолжаем что это важно людям не понять что такое матчество бабчество мы должны все перри перечислять и тогда это наполненность и связь с нашим родом древнейшим на земле кстати если продолжать вот этот раздел подданство или гражданство обоих родителей их статуса и титула мы обязательно должны упомянуть если уже начали вернее упоминать родители то следует продолжить рассматривать вложенность общественных социальных структур основанных на кровном родстве и родстве по браку от получеловека до человечества получеловек это мужчина и женщина это по библии человек мужчина и женщина то есть вот откуда в нашей понимании восходит такой такая ценность нашей цивилизации как семья семья это тот человек а человек это мужчины и женщины которые становятся во время интимной близости соответственно отсюда мы должны помнить что цепочка или ряд вот этих структурированных образований человечества это семья род племя община товарищество братчина артель сообщество соглас народ скопа орда человечество цивилизация раса и так далее то у меня должны быть имена соответствующие и этим вложениям соответствующими правами и свободами а это значит что я вправе выступать их защиту и от их имени это касается не только моих современников но и моих родителей предков щуров пращуров богов творцов абсолютов а также моих детей внуков и иных потомков а также всех сути сущности и существ с ними связанных не только позитивных но и негативных вот полная оценка человека который должен представляться в суде именно вот с этих позиций кроме этого можете несколько слов сказать по поводу какие там у сергея числа чем вот в этой работе в суде находится уже ходатайство с 1 1 1 толкованием сколько видов человека есть там же еще надо уточнить какой ты человек если ты человек какой человек там их семь видов да ну я на памяти не буду их приводить почему я хочу чтобы вот люди которые нас слушают я имею ввиду и мужчины и женщины понимали что знания которые могут лучше усвоиться это когда они сами найдут эту информацию вот когда выкладываешь всю информацию и и и прочитал как вот по учебнику человек ее прослушал и забыл вот я с этим сталкивался все время если мы говорим что да существует у наших предков это мы жили миллионами лет по принципам что душа человека это его энергетическая составляющая физить тело это его физическая составляющая а дух это его информационная составляющая то есть три единые мы творение бога и для чего существует мы на этой земле я всегда задавался себе вопросами только относительно недавно я узнал наконец то чего раньше искал но найти не мог и опять же это нашел в книге который я приобрел в библиотеке славянской литературы и там описаны были значит ступени духовного роста человека духовный рост начинается самого низшего когда значит человек значит обладая девятью чакрами значит осваивает первые три это животные инстинкты кстати к животными инстинктам относится не только способность значит есть пить ходить в туалет и размножаться туда же относится чтение книг и хождение в театре некоторые думают что хождение в театр это уже предел так сказать совершенства человека отнюдь нет это входит в первые три животные чакры потребности в общении потребность в каком-то искусстве а вот следующие четвертая чакра это уже воля а воспитание воли это уже те качества которые необходимы как руководителям так и любому человеку который значит может и должен совершенствоваться и не быть простым исполнителем своих животных желаний а своей волей прежде всего значит дисциплинировать себя потому что один значит философ говорил что если ты победил себя вот это есть конечная стадия победы твоя и над остальными врагами или противниками то в данном случае дальше идет вот это восхождение и она концентрируется в поступках человека если на простой язык перевести вот эту духовность то возьмем допустим отношение человека к семье отношение человека к людям живущим в его доме на улице квартале городе области ну и так далее если человек мужчина и женщина я уже здесь рассматриваю как семью заботиться своей семье все туда в дом дети сыты одеты обуты но он не думает о и не выстраивает свои поступки значит в соответствии с потребностями жильцов дома то его духовность минимальная как только он выстраивает свои поступки и действия в общественном интересе уже касающиеся допустим жилого дома он там совете участвует ли он совете квартала либо он совете города соответственно растет его общественная значимость а значит и духовность и и если он думает о своей уже области дальше стране думает о планете вот здесь и растет духовность человека вот его где проявление тех человеческих качеств ради которых собственно говоря мы находимся на этой земле суть нахождения души как энергетическая составляющая это наработка человеческих качеств таких как совесть долг перед отечеством долг перед родиной дар долг перед планетой если ты действительно ее житель долг перед космосом там другие задачи стоит если ты поднимаешь свои свое а свою ответственность вот за эти пространства вот этим измеряется духовность человек а вот видите как вот вернемся чуть-чуть ведь как нам лихо внедрили и навязали никуда не лезьте вы маленькие вы ничего не понимаете вы дебилы политика грязное дело то есть нас оставляют на уровне животных инстинктов вот тут вот есть и пейте размножайтесь как-нибудь и все выше не лезьте и навязали нам такое понятие что это есть что-то плохое на самом деле чем больше человек берет на себя ответственность там за дом за улицу за деревню тем больше его духовный уровень тем больше он соответствует человеку человеку и вот по поводу человека мы не будем углубляться я напомню всем что в этом суде даны разъяснения некоторых видов человека выше ну первое это человек божественный у него это наследник божий он является наследником бога его соратником и этот человек не может быть судим ни в каких судах у него другие права у него абсолютное право он есть владыка на этой земле а дальше пошли господний человек это там раб божий а там дальше наги а там дальше искусственным путем а там дальше от обезьян это разные виды человека поэтому кача их заходит суд и говорит я человек там просто мило улыбаются человек человек но какой человек не дано понять а у меня к вам вопрос вот о чем вот по поводу 4 вот этой чакры что вы сказали воля мы все-таки занимаемся вопросами правоведения 62 федеральный закон о гражданстве это как раз ваша компетенция значит четко и ясно указанная сейчас нет не могу процитировать эту статью значит четко и ясно указана прямо написано приобретение гражданство и там чуть дальше и выход из гражданства производится на основании личного воли изъявления человека это так и написано не заявление не не расписки не подмахнул не автоматически там написано федеральном 60 законе если можете быстро найдите вот эту вот 60 я могу сейчас пока вы будете отвечать я найду там так и написано на основании воли изъявления человека насколько я помню петр владимирович мы никто из нас не писали именно воли изъявления мы писали там что-то заявление на паспорт мы писали расскажите с точки зрения закона что означает воли изъявления вот которые мы должны были написать это что нам навязывают что мы якобы автоматически получили гражданство и стали физическими лицами юридически мертвые все остальное ну и мы сразу перешли к российской федерации но я хотел бы сначала хотя бы оттолкнуться от гражданства ссср потому что гражданство ссср тоже человек может значит утратить если он либо написал заявление и она рассматривалась соответствующими органами либо соответствующие компетентные органы выдали решение о лишении его гражданства я должен констатировать с полной ответственностью что в ленинской библиотеке где хранится хранятся в ведомости верховного совета ссср значит только нашли 28 человек и лишенных гражданства за с 1985 года по 1991 год то есть 28 человек действительно могут заявить что они не имеют гражданство ссср и более того когда ли человек лишается гражданцы лишался в советском союзе ему находили страну которая его примет и соответственно он не просто так выдворялся из страны а он уже ехал в конкретную страну где его ждали значит и оформляли соответствующие документы что касается российской федерации закон 62 фс вот он передо мной статья 41 2 глава 8 условий и порядок признания гражданами российской федерации здесь написано что пункт 1 гражданами российской федерации признаются лица указаны в части 3 статьи 41 1 настоящего федерального закона если они обратились заявлением о признании гражданами российской федерации но здесь ссылка идет на статью 41 1 я замечу что это предмет регулирование сфера действия настоящей главы в 41 статье под пункт 1 записано что к этой статье в этой статье определяется условие порядок приемов гражданства для отдельной категории лиц находящихся на территории российской федерации вот меня слово отдельной категории она как бы напрягает она с чем-то мне что-то мне напоминает из далекого 41 45 годов и далее действительно расшифровка идет к таким отдельным к той отдельной категории относятся а дееспособные лица состоявшие на 5 сентября 1991 года гражданстве ссс вот мы и приехали значит если граждане ссср не написали заявление о признании гражданами рф соответственно не выразили свое это волеизъявление соответственно они не считаются гражданами российской федерации более того в статье 41 2 пункт 3 ой пункт 4 г написано после первичного получения паспорта гражданина российской федерации лицо приобрело гражданство российской федерации в порядке установленным настоящим законом то такое гражданин не может быть признан гражданином что такое первичное получение паспорта в советском союзе люди получили родившиеся в нем свидетельство о рождении паспорт это уже вторичный документ а свидетельство о рождении первичный в российской федерации люди уже родившиеся в ссср и имевшие на руках первичный документ свидетельство о рождении паспорт получали в российской Как первичный документ, потому что свидетельство о рождении Российской Федерации не выдавало гражданам СССР. Соответственно, здесь и написано, не признается гражданином Российской Федерации лицо, получившее после первичного получения паспорта гражданина Российской Федерации, лицо, которое приобрело гражданство Российской Федерации. И слово «приобрело» здесь тоже может ввести в заблуждение. Ведь мы с вами приобретаем гражданство, допустим, в другой стране, чтобы временно там поездить, посмотреть, как турист и так далее. Но нас же никто там не признает гражданином той страны. Это, скорее всего, и оно так и есть. Это схоже с покупкой проездного билета. Но если вы купили проездной билет, вы же гражданином трамвая не становитесь. Кончился срок у проездного и, соответственно, вас из этого трамвая депортируют. Собственно говоря, в законе о гражданстве, о депортации введен этот пункт в 2011 году федеральным законом 182. И там четко написано, что граждане, а имеется в виду граждане СССР, других граждан у нас нет, не написавшие заявление о признании гражданами Российской Федерации будут депортированы. Вот у меня этот 182 федеральный закон. Я могу его прямо зачитать, эту фразу, и она касается как раз, это пункт второй. Значит, так, 182 федеральный закон. Пункт 2. Так, 182 федеральный закон. Ну, люди найдут, не стоит. А, вот, лица, это пункт не 2, а пункт 3. Лица, заявления которых о признании гражданами Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации отклонены по основанию, предусмотрен пунктами. А там один из основных пунктов является предоставление недостоверных сведений. О, о своем гражданстве. Значит, обязаны выехать из Российской Федерации в течение трех месяцев со дня получения ими соответствующего решения об отказе в признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации. В случае неисполнения указанного требования такие лица подлежат депортации. Это было введено 12 ноября 2012 года в ФСЗ 182, номер 182 ФСЗ. Вот, то есть, изначально, значит, получается, что те, кто писал вот этот закон 62 ФСЗ и 182 ФСЗ, прекрасно понимал, что ни один из граждан СССР, официально не выйдя из гражданства СССР, никогда не может быть признан гражданином Российской Федерации, то есть в Соединенных Штатах Америки, и те прекрасно осведомлены о положении граждан СССР на нашей территории. То есть подтверждается признак оккупации граждан СССР, у которых изъяты обманным путем паспорта СССР, легальные паспорта. Почему обманным? Потому что паспорт был принят по форме 1П, а форма 1П предназначается для обмена поврежденного паспорта на такой же. Но если вы отдали паспорт... И когда вам выдают вместо паспорта такого же СССР паспорт Российской Федерации, говорят, а теперь у вас новое гражданство, это мошенничество чистой воды. А можно спросить, Петр Владимирович, вот некоторые люди, которые изучают или восстанавливают СССР, активно навязывают нам такую краму, ну такую мысль блажную в голову. Типа вот вы недееспособные, вы физические лица, вы не имеете никаких прав только потому, что вы получили паспорт и подписали там что-то. Вот навязывают вот это людям. Но дело в том, что в отчасти они правы. Потому что когда человек с паспортом СССР идет голосовать за конституцию некую или проект другого государства, уже вопрос о его дееспособности. Когда он идет снова выбирать депутата, потом президента, потом снова депутата, потом снова президента и все с одним этим паспортом СССР, а потом уже с помененным паспортом Российской Федерации, которая по своим признакам не содержит данных о гражданстве. Если вы можете показать этот паспорт, то там есть название бланка на второй странице, а привязки его к фамилии, имя, отчеству нет, как было в советском паспорте. Если вы перевернете страницу, где есть фотография, то там есть к обслогам фамилии, имя, отчество, фотография, но нет указания на гражданство. То есть документ не содержит требований того же федерального закона, ФЗ, это статья 10, если мы ее откроем, 10 статью, в ней написано, что документы, удостоверяющие гражданство Российской Федерации, статья 10, ФЗ-62, Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федерации является паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащий указание на гражданство лица. Это все известно. Может идти речь людей, когда люди просто в буквальном смысле дерутся с ними за это в судах, бьются за это, а они силой нас принуждают, тот же Сергей Вячеслав, сейчас его усиленно называют гражданином РФ. То есть не может идти речь о какой-то недееспособности людей, да, те, которые вообще не понимают, там сидит судья в этом бархатной ночнушке и там что-то судит, но он явно, что он недееспособный. А когда люди уже все понимают и говорят им, тут речь не идет о недееспособности, кроме этого, правильно ли я понимаю? Вот этот момент, когда происходил переход из СССР в РФ, ну захват власти, значит произошел захват власти, мошенническим, обманным путем нам навязали все это. И сделка эта называется в уголовном кодексе, называется с пороком воли. Мы понятия не имели, что вообще происходит. Перед нами мелькают эти сумасшедшие чубайсы, вот эти, как их, Путины, Горбачевы, Ельцины, все это мелькает, что нам там рассказывают. Люди были полностью введены в состояние морока и под влиянием вот этого обмана они нам навязали всю вот эту вот систему сделки. Это сделка была, сделка с пороком воли в любом законодательстве РФ, Гондураса, США, Китая, эта сделка оспариваемая называется. Правильно я понимаю, Леш? Совершенно верно, но дело в том, что давайте поднимемся как бы повыше вот над этой темой, а для чего это было сделано и нужно ли было это, вот эти условия. Ведь идет какая-то некая проверка, я так понимаю, потому что нам дали возможность пожить при социализме, сформировать такую общность, как советский народ. Мы поняли, что такое, значит, как мы говорим, сострадание, значит, дружба народов. Мы пожили в этом хорошо, я помню, я ездил в Узбекистан, помню, сам я с Украины, я никогда не встречал какого-то вот такого отношения, как вот я сейчас наблюдаю, но пресекалось в корне. И это создавало комфорт некий. Но дело в том, что у нас не было, и нас упрекали все время, я помню это, что вот мы неправильным путем идем, мы вот капиталистический путь не прошли. И сейчас только я понимаю, действительно нам дали возможность пройти капитализм, пусть его худшей форме, вот это дикий капитализм. Для чего я все время интересовался, зачем мне этот опыт? Обычно такие опыты дают народу, которому править народами в следующем столетии, тысячелетии. То есть мы должны иметь опыт, опыт вот этого, значит, вот этой общественной формации, которая в учебниках нам расписывалась как прогрессивная, и как бы прогрессивнее-то ничего и нет. И вот мы этого, как говорится, наелись сейчас, или кто не наелся, тот продолжает этот есть капитализм во всей его красе, но мы еще до конца не увидели его окончательной формы, к чему он-то приводит. Если социализм приводил, значит, к росту численности, к росту благосостояния, пусть оно шло медленно, но оно шло неуклонно, а что мы сейчас наблюдаем? Это запущены механизмы движения вниз, то есть снижение численности, снижение уровня, и более того, здесь поставлена цель вообще изменить человека как творение Божие. То есть, по сути, хотят отменить, даже не узнав возможности человека, отменить все его права, все его, значит, возможности и его, значит, тот богатый мир, который наработан вследствие наших поколений. То есть, фактически, какой-то идет уже не развитие, а грабеж, ограбление и уничтожение. То есть, это война, по сути. И я сравниваю сегодняшнее положение граждан СССР. Это с войной 1941-1945 года. Только там уничтожали физическое тело, но оставляли, не могли сломить, допустим, наших героев, отцов, их дух, их совесть, честь, достоинство. А сейчас, оставляя физическое тело, кормя его всякими вареньями и пряниками, пытаются вытравить душу. Пытаются лишить нас самого ценного, что всегда было у русского человека. И это, кстати, исходит из пословицы. Деньги потерял, ничего не потерял. Здоровье потерял, половину потерял. А честь потерял, все потерял. Вот нас к этому и ведут, чтобы мы все потеряли. И жили вот этими подачками, которые, собственно говоря, счастья человеку-то и не приносят. Потому что наличие неких деривативов в кармане, и даже кто-то, может, там нарыл в кастрюлях какие-то бриллианты и так далее, как говорится, карманов в гробу-то нету. Соответственно, куда ты это все потащишь? А вот имя свое, замаранное вот этим разменом этих человеческих качеств на интерес личный, вот, видимо, в этом состоит наш опыт, который мы сегодня проходим. Вот что-то я считаю, что нигде способный тот, кто нам вот этот опыт навязал. Мы живем в каком-то экспериментальном каком-то обществе, где над нами ставят опыты со времен 91-го года. Поэтому говорить о том, что люди недееспособные только потому, что они там получили какой-то паспорт, это вообще бред сивой кобылы. Юридически это легко оспаривается. Я знаю, что правительство готово при наведении конституционного порядка этот вопрос решить очень просто. Все вот эти сделки будут признаны с пороком воли, и речи не может идти. Да, если в семье у нас есть кто-то, не проснулся еще, мы можем, там, допустим, взять над ним опеку для того, чтобы он пока проснется. А то, что кто-то там нас на корабликах катает и признал там нас какими-то недееспособными, это его личная проблема, это преступники, преступники, я их называю. Потому что мы в судах бьемся, в буквальном смысле бьемся, доказываем, что мы граждане СССР. Нет, ты гражданин РФ. Ну, с таким же успехом я жена Бори Моисеева тогда. Он же так хотел, и все. А теперь, значит, у меня такой вот вопрос к вам. Вот сейчас вот проходит суд в Зеленградском суде, и я вижу по развитию ситуации Российской Федерации несколько обескураженно. Они ждали от граждан СССР, когда Сергей Иванович начал восстанавливать органы управления, и они ждали, все время ждали, что сейчас граждане СССР начнут там революцию, бунты, захваты там почта, радио, телевидение, погромы и все остальное. И они его не получили. Они получили просто суд, в котором вынесены вот эти вот вопросы. Такого в истории, Петр Владимирович, еще не было. Не было. Мы знаем, как менялась власть, мы знаем, как переформация была цивилизации, войны, катастрофы, бунты, убийства, все. И сейчас происходит нечто неизвестное, люди даже до конца не могут понять. Я к вам задаю вопрос, как министру внутренних дел, как будет восстановлен, восстановлены органы управления, чтобы людям было понятно. Потому что даже сторонники СССР, некоторый у меня супруг ушел из жизни, тоже не верил, что можно как-то вот мирно это сделать. Расскажите, пожалуйста, вот как это будет? Да, это вопрос очень актуальный в связи с тем, что основным фундаментом обвинений Российской Федерации граждан СССР, которые занимаются восстановлением, возобновлением работы органов, законных органов власти управления, является применять, не применять насилие. И вот на вчерашнем заседании этого Салаватского суда был задан вопрос, есть ли в наших функциях, обязанностях восстановления, применения силы, в том числе и вооружения. На что я ответил, что мы живем в 21 веке. Если 20 век действительно олицетворял множеством примеров, когда с помощью силы восстанавливалась в том числе какая-то справедливость, но при этом нарушалось право любого другого человека. Если, допустим, и мы вспомним про гражданскую войну даже из тех скудных источников, ведь там много людей пострадало незаконно от этой гражданской войны, они и жизнь теряли, и имущество, и грабили, все под видом некой справедливости. Но где предел был, когда ты свое берешь, а чужое не прихватил, такого же не было. И таким образом, чтобы решить этот вопрос, в 21 веке были объявлены новые правила. Эти правила озвучил Трамп и Путин в 2018 году в Хельсинки, на встрече, когда у них была. У меня было такое впечатление, что, значит, и того, и другого кто-то взял за шиворот, поставил перед телевизором, и я слышал буквально следующее. В частности, Путин заявил, что у Соединенных Штатов Америки есть некие претензии к России по поводу ее членства в ООН и так далее. Мы эти вопросы все уладили, но заявляем, что все вопросы Соединенными Штатами Америки у нас будут решаться в суде. Что это такое, сказал и Трамп с этим согласился. То есть они объявили всему миру, что в 21 веке, значит, все страны будут решать все вопросы в судебном порядке, то есть мирным путем. Ну, как мы знаем, в суд с пулеметами не ходят, туда ходят с документами. Ну и какие же документы, придяя там Российской Федерации, допустим, Международному суду, на территории, на которой она находится, она также не может предъявить таких документов, как и Соединенные Штаты Америки. И у той и у других нет ни договоров, ни обязательств, ни разрешения на этих территориях что-то производить, чем-то руководить и так далее. Соответственно, отсюда, значит, для сведущих людей, я не говорю это о простых людей, они этим не могут интересоваться, им это и не интересно. Но для профессионалов важно знать, если вопрос решаться будет не с помощью силы, то что Соединенные Штаты Америки, допустим, предъявят представителю территории, на которой они находятся. То есть надо выяснять, кому эта территория была, ну, принадлежала, по какому документу она была передана, как она попала в Соединенные Штаты, и каким образом Соединенные Штаты не могут подтвердить право свое находиться, значит, на этой земле. Ну, я остановлюсь на этом, не буду дальше развивать эту тему. Поэтому она завязана на договор с индейцами, индейцами, а у индейцев договор с русами. То есть вот там такая связка будет. Соответственно, у Российской Федерации нет ни договора, ни, значит, этих документов, подтверждающих передачу территории, активов и так далее. То есть, как ни крути, Российской Федерации, как и Соединенным Штатам Америки, необходимо предъявить международному суду какие-то оправдательные документы о их праве находиться на этой территории от имени названных этих государств. И возникает вопрос, а кто может выступать вот этим представителем законных органов власти? И вот здесь как раз мы возвращаемся к военному положению и законам войны и военного времени, которые включились и включаются в момент захвата территории. И вот эти, значит, соединения небольшие, правда, никакой угрозы не представляют. Значит, на территории СССР воинский контингент в Латвии, Литве, содержащийся за счет, значит, Германии, Великобритании и Канады, а также нахождение, сдача в аренду самой крупной полосы, длинной полосы 5-километровой в Ульяновске аэродрома НАТО. Я уже не говорю о признании ВВ Путина о том, что на каждом секретном объекте сидит офицер ЦРУ. Спрашивается, что это за государство? У нас тогда такое, если кругом сидят, значит, специалисты НАТО, переодели всех в НАТОвскую форму, управление войсками полностью переведено на НАТОвскую схему, вот вам и военное положение. Вот почему гражданин СССР, для которого созданы условия для исполнения им своей присяги, каким путем? Открываем Устав внутренней службы, вот он включается как основной документ законов войны и военного времени, он утвержден Верховным Советом СССР, и там написано в 59-й статье, что офицер при отсутствии командира обязан занять его должность, ну, заместитель, либо следующий по должности и званию офицер. Не может, а обязан это сделать. И посмотрите, в этой ситуации, когда у нас вакантные должности генерального секретаря, ну, не генерального секретаря, а в РИО президент, это конституционная должность, и верховного главнокомандующего вооруженных сил СССР, вакантная должность была с 91-го года, никто ее не занял. Я удивился, когда узнал об этом, почему военнослужащий, какой-нибудь там генерал-полковник, я уже не говорю о генерал-полковниках, не заняли эту должность, ссылаясь на законный документ. Мало того, я знаю, что Сергей Вячеславович даже предлагал им, предлагал принять на себя как старшим по званию. Отказались все, даже Путин отказался. Отказались все? Раз отказались, значит, юридически чистый, значит, акт взятия власти. Потому что власть берется в военное время только через военные, а не через гражданские институты. Власть берется в полку, в бригаде, армии, значит, в флоту, во флоте и, значит, в вооруженных сил. Так они все разбежались. Не было никакой ни гражданской власти, ни этот самый, ни военной. Они все кинули заниматься бизнесом, побросали рабочие места. Они все разбежались. Там бери все, что хочешь. Ну, я напомню тогда, раз уж вы про бизнес заговорили, чем мы занимались. Я тоже этим занимался в девяносто первом году. У меня было ощущение, что как-то вот не так все это перешло-то на капитализм. Какие-то документы не оформлены, кто-то в кого-то стрелял. Я все время думал, а как они это все оформили-то там? Ведь невозможно, постреляв кого-то, объявить себя, значит, главой страны, изменить название и сменить строй, один строй на другой. Это называется конституционный вооруженный переворот. И это уголовно наказуемое. Мы имели право не знать с вами. Потому что я была тогда, ну, во-первых, очень молодая. Во-вторых, мы работали на гражданской службе. Супруг военный был, но он не был ни генералом, ни даже полковником. Мы не понимали, что происходит. Но есть люди, которые обязаны были это знать. И они знали, и они получали за это зарплату. И они, вот эти вот Верховные Советы, которые разбежались, потом эти съезды народных депутатов, которые разбежались, президент, министер, они-то знали это. Но они все побросали и побежали. Тараскин пришел, сказал, никого нет, но беру я. Хотите, берите, всем предложил. Не хотят, не хотите, не надо. А сейчас они, я к чему это говорю? А сейчас они, вот буквально неделя, последняя неделя, они криком кричат, тарахтят по всем сетям. Путин, помоги, спасай Россию, восстанавливай СССР. А что восстанавливает? Каким образом он восстановит, если у него легитимности нет даже в Арефии? Причем здесь СССР? Привет. Ну вот, вы затронули вопрос, как-то и в предыдущем вопросе, что тот, кто это затеял, ну как бы не в своем уме. И вот то, что случилось в 91-м году, когда я обратился к своим старшим товарищам военным, а что делать? Они сказали, ничего, занимайся бизнесом. То есть я подумал, ну ведь, ну да, я займусь, но потом меня ведь все равно спросят за присягу. И я ждал этого 25 лет. И я ведь дождался. В 2014 году ко мне, значит, в офис в Нижнем Тагиле зашел человек, значит, сразу видно, что это непростой, значит, интеллигентный, и голосом не, там, команду он никакую не давал, он просто спросил меня, что вы считаете, что вот эта власть законная, и что ее, значит, она будет что, вечная, или что надо что-то делать, что-то менять. Я говорю, а как? Ну очень просто, вы же военный человек. Я говорю, да, у вас присяга есть? Я говорю, есть. Давал ее, и военный билет есть. Готовы выполнить присягу? И вот только здесь я понял, что фактически мне отдали приказ. Этим человеком был Сергей, это Валерий Семенович Рыжук. Не Сергей, это, Валерий Семенович Рыжук. И я понял, это поступил приказ, мне как военнослужащим. Потому что не мой командир части, где я служил, не военком, где я стоял на учете, как в рот воды набрали. Видимо, занимаются бизнесом. А вот пришел, и так любой военнослужащий может прийти, офицер к своим подчиненным, и отдать приказ встать в строй. И для меня было самым, как бы, внутренним, очень сложным вопросом. А что, если мне прикажут стрелять? Если сказать, бери автомат и давай, значит, исполняй. И вот это для меня было самым трудным решением. И когда я себе сказал, да, я этот приказ выполню. А оказалось, не нужно никакого автомата здесь. Здесь нужно знание организации структур, управления, умение, значит, восстановить, через восстановление, возобновить органы уже тех структур, которые прописаны у нас и в Конституции, в приказах, указах Советского Союза. То есть подготовить всю документацию для приема туда профессионалов. Собственно говоря, вот этот вопрос мне тоже был задан на этом суде Салаватском. Я сказал, что оружие нет необходимости применять. Оружие применяется для отражения внешнего врага. С внутренними врагами мы должны разобраться, ну, каждый из нас считает, что мы тут типа, если он один из руководителей договорился, что антипрививочники враги народа, ну, я вот поэтому такое слово здесь употребил, то мы должны разобраться с документами. Почему? Потому что и на той стороне, и на другой, я имею в виду социализм, капитализм, Российской Федерации, Советский Союз, находятся наши же соседи, братья, сестры, дочери, сыновья. Как же мы можем применять здесь оружие? Поэтому оружие должно находиться у тех, у той стороны, которая отвечает за охрану общественного порядка. Если Российская Федерация отвечает за охрану общественного порядка, вот ей оружие пусть применяют. Мне оружие не нужно. И гражданам СССР, которые восстанавливают структуры, и таким образом возобновляют функцию государственных органов, оружие не нужно, у нас является документ о назначении, мандат. Этим документом мы должны путем разъяснений, что написано в этих документах, объяснить тому, у кого оружие, где ваш документ, на право применять его против граждан СССР. И, соответственно, вот именно эта площадка, именно вот этот вот подход, он даст нам возможность из этой тупиковой ситуации уйти от гражданской войны, от вооруженного противостояния, и осуществить мирный переход, значит, граждан СССР, ошибочно считающих себя гражданами РФ, как это и было в 91-м году, 92-м, когда из Советского Союза устраивались на работу в Российской Федерации. Тоже путем написания заявлений. Но в данной ситуации, в Российской Федерации, учитывая ее, значит, огромный ущерб, который она нанесла Советскому Союзу, конечно же, вопрос идет не просто о сдаче, а капитуляции. А в лице Российской Федерации капитуляции тех, кто за ними стоит. Но мирным путем. Потому что, когда служащим Российской Федерации, временно замещающим вот эти некие должности, перестанут платить зарплату, я всегда спрашиваю, что вы будете делать? Вот вам месяц не будет платить, второй, третий. Вы будете бесплатно на работу ходить? Нет. Соответственно, вот это вынудит их мирным путем искать. А где зарплату-то платят? А для того, чтобы здесь зарплату платить, нужен специалист, чтобы он открыл счета, состоял штатное расписание, где оно не доделано. У нас 60 министерств, нам надо тоже сидеть, работать. Быстро это сделали, и вот вам и заработало государство. Вот такой путь, другого нет. И когда меня спросила судья, вы Конституцию-то типа подчиняете себе? Только в части общественного порядка. Тут да. Потому что если мы здесь его будем нарушать, мы можем спровоцировать вот тот накопленный гнев внутри у простых людей, и даже у других, у менее более обеспеченных, она может выплеснуться в такую непредсказуемую беспорядке, что ни в коем случае этого нельзя допускать. Ни в коем случае. И запрещено сотрудникам аппарата СССР даже заговаривать о каком-то вооруженном сопротивлении. У нас без этого работы хватает. Благодарю вас, Петр Владимирович. Я к нашим зрителям обращаюсь еще один раз. Многие до сих пор не могут понять масштаб преобразований, которые происходят в мире. Впервые за всю историю, впервые в мире происходит переформатирование власти, ну, скажем так, пока что не во всем мире, но потом увидят, что во всем мире. Мирным путем, правовым путем это происходит впервые. За всю историю существования, которую мы знаем, она обозримая, вот эта история, войны, войны, конфликты, убийства, отравления, перевороты, революции, опять войны, государственные перевороты. И никогда в истории не было такого, чтобы власть забирали правовым путем. Путем юридических документов, правовых, исторических. Это происходит впервые. И происходит это мирным путем с минимальными какими-то жертвами. Ну, то, что происходит сейчас, конечно, плохо, но вообще-то это минимально должно быть пострадавших этого. От этого будет выгода всем. И все это предложил миру руководство правительства СССР под управлением Сергея Вячеславовича Тараскина. Почему я восхищаюсь человеком? Такое придумать я даже не знаю. Это было, наверное, сложно. Но это гениально. Не насильно, а правовым путем. И как мы видим сейчас, может, я ошибаюсь, Петр Владимирович, это получается. Они уже в тупике. Они в тупике. Я смотрю, что происходит. Они уже начали там ультиматумы друг другу ставить. Ну, битва на найских мальчиков. Но все равно я смотрю, что выхода-то у них нет. То им придется садиться и юридически доказывать свое право на существование. Правильно я понимаю это? Да, совершенно верно. Только с ним маленькой поправкой. Забирать власть не нужно будет. Власть будет отдана добровольно. И в этом будет заключаться, так сказать, высший пилотаж выхода нашей страны из вот этой сложной ситуации. Вот на этой позитивной нотке мы с вами сегодня закончим. Я надеюсь, что вы не будете нас бросать и будете свои разъяснения по вот этим вот всем вопросам давать нам время от времени. Вам спасибо сегодня. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всем до свидания. До новых встреч. До новых встреч.